Да, Роу Майнеры, с вами я Майнер, и как вы поняли по названию ролика, это пятая часть моего проекта Мир Биологии Альберта 11. И сегодня будет много чего интересного. Как минимум то, что мы увидим эволюцию, а также потомков, существ, которые мы видели в прошлых сериях. Ну а я больше не смею вас задерживать, и поехали! И следующее существо это Белома. Это существо является потомком одних из первых многоклеточных животных, которые часто становились едой для других животных, а именно торфы. Зацикливаться на них мы не будем, так как они довольно скучные. Возвращаемся к нашей Беломе. Беломы по факту являются всеядными, но предпочитают охотиться. Но если еды вообще нет, то он может съесть и растущие рядом водоросли. Что насчет охоты Белом, они являются пассивными охотниками. Они зарываются в песок и поджидают свою жертву. Питаются они небольшими существами по типу их предков. Переходим к строению их тела. Самая отличительная черта у этого существа, то что у него есть жужлица. Жужлица это что-то наподобие жвала, которым Белома поедает свою жертву. Также жужлица работает как насос, которым Белома высасывает все соки из своей жертвы. Следующая часть тела Беломы это лекторф. Лекторф что-то наподобие щупальца, которым Белома ловит свою жертву. Следующая это жабра Беломы. Работают они точно так же, как и у земных рыб. Следующая часть тела Беломы это рокты. Они используются для зарывания в песок, а так же для передвижения. Далее у нас идет хвост. Он используется для плавания, но так же может использоваться для зарывания в песок. Следующая у нас идет кофты. Кофты используются для передвижения, но так же они используются для рывков. Чаще всего кофты используются для охоты. Поговорим о рождении биом. Биомы рождаются из икринок, которые закапываются в песок. Всего икринок может быть от 6 до 21. Но часто другие животные поедают эти икринки. Поэтому детенышей может и не быть. Также биомы являются стайными животными. В одной стае где-то 11-12 особей. На этом про биом всё. Переходим к следующему существу. И следующее существо это линсоркт. Линсоркт является потомком фиглитариота, что видно по его милицентрии. Само существо обитает на большой глубине по двум причинам. Первая причина это изобилие биостона на большой глубине. Как мы знаем в биостоне рождается много организмов. И линсоркты как бы и питаются этим организмами. Вторая причина это чувствительность к свету. Линсоркты слишком чувствительны к свету и предпочитают находиться в темноте. Если они подплывают ближе к свету, то начинают от этого получать урон. А как они понимают где находится темнота и свет, мы сейчас узнаем. Строение тела линсоркта. У линсоркта есть маленькие чувствительные глаза, которые могут определять, когда свет становится больше, а когда меньше. Также у него есть защита. Симфы. С симфами всё просто. Это маленькие иглы, которые защищают его от хищников. Также у него есть моуфы. Это часть тела линсоркта, с помощью которого он передвигается. Переходим к размножению линсорктов. Размножаются линсоркты подобно своим предкам, фиглетариотам. Но если фиглетариоты умирали, когда рожали, то линсоркты смогли обмануть систему. Ведь у них, фактически, две головы. Когда линсоркта рожает, у него одна голова отмирает, но потом она отрастает, потому что есть вторая голова, которая живая. Ведь у второй головы есть как бы тоже милицентрия. Вот так вот потомки смогли выжить с помощью второй головы. Переходим к следующему существу. Следующее существо это цинта. Цинта также является потомком торфов. Но развился он совсем по-другому. Цинты также смогли развить себе хрящевые кости. Но при этом они смогли отличиться. Они развили хитин. И фактически стали ракообразными. Но не суть в этом. Самое главное, что цинта будет предком самых успешных видов в афродитовой системе. А именно трофов. Сейчас углубляться в эту тему с видами трофов мы не будем, а углубимся в следующих роликах. Ну что ж, давайте вернемся к цинте. Питание у цинт довольно скудное. Они питаются водорослями и микроорганизмами. Также могут охотиться на мелких существ. Переходим к строению тела. Самая отличительная черта цинты это его большой хобот. Хобот цинты работает как пылесос. Но высасывает он микроорганизмов, а также мелкий планктон. Также чуть выше хобота находятся челюсти цинты, с помощью которых цинты как бы пережевывают твердую пищу. У цинт есть защита. Это хитин. Он ничем не примечателен, обычный хитин, который есть у ракообразных на земле. Также у цинт есть оружие, это его когти. Когти цинты нужны как для самообороны, так и для охоты. Также эти когти используются для срезания водорослей. Также у цинт есть конечность, с помощью которой они выскакивают из песка в охоте. И название тому лопты. Также лопты используются для передвижения и зарывания в песок. Также для передвижения и зарывания в песок используются липты. Переходим к образу жизни. Большую часть времени цинты лазят по водорослям, а также ищут планктон. Менее времени они тратят на охоту. И самую маленькую часть времени они тратят на спаривание, а именно один раз в своей жизни. Самки и самцы внешне почти что не отличаются. Рождаются цинты в матери и их от 17 до 34 штук. Ну что ж, про существ мы поговорили. А сейчас мы поговорим о видах, классификациях и так далее. Начнем с классификации. На настоящий момент есть только два класса. Существа с жужлицами, мантиторкты. И существа без жужлиц, моноторкты. В будущем появится еще несколько классов. Теперь переходим к типам существ. На данный момент у нас есть только два типа. Это существа с лектормами, а именно фактормы. И существа с милицентрией, а именно цектормы. Типов существ в будущем также будет больше. Зачем нам типы и классификации? А нужны нам они вот для чего. Нам просто будет легче понять, от кого развились эти существа. Так как, когда я буду обозревать существ, то буду называть и тип, и классификацию этих существ. Ну что ж, благодарю вас за просмотр этого ролика. Надеюсь, вам понравился ролик. Надеюсь, что вам понравился мой проект. Я желаю вам всего самого наилучшего, так как уже Новый год скоро. Желаю, чтобы вы хорошо провели эти каникулы и майнеры. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok